Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим девятую главу. Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Такими словами начинается девятая глава, и мы видим, что апостол Павел так любит свой народ, что в порыве этой любви восклицает, я сам готов быть отлученным от Христа ради братьев моих, заметьте, не по духу, а по плоти, то есть ради своих родственников. Он готов сам быть, если мы посмотрим в греческом языке, написано анафема. Анафема значит отлученный, быть сам анафематством ради братьев своих по плоти. Почему так восклицает апостол Павел? Неужели это какое-то отречение от Христа? Нет. Это наивысшее проявление жертвенной любви по отношению к своим ближним. Как и сказано, что нет больше той любви, кто душу свою положит за друзей своих. И вот апостол говорит, пусть я даже не спасусь, но если они все спасутся, пусть я буду за них вечно мучим, но лишь бы только спаслись они. Это как в житейной литературе есть такая история, когда однажды Авва Макарии, ангел Господень, Господь через ангела повелел выйти из кельи и пойти в город Башмачника. И когда он пришел, то он увидел этого Башмачника, который шил там по своему обыкновению и ремеслу сапоги, Башмаки, чинил их. И он долго на него смотрел, чтобы понять, что же Господь хочет сказать этим выходом из уединения и приходом в город к этому простому человеку. И тогда он у него спросил, а что ты такое делаешь? Он сказал, шью ботинки, сапоги. А что ты вообще думаешь? Ну что я думаю? Я христианин, ответил этот Башмачник. Но я думаю о том, что все в этом городе спасутся, кроме меня. То есть вот такой вот взгляд на самого себя, о недостоинстве своем, оно возвышает человека. Как сказано, возвышающий себя да унизится, а унижающий себя да возвысится. И здесь апостол Павел восклицает. Я не только готов быть даже унижен ради братьев моих по плоти и ради сродников моих, но сам быть отлученным от Христа. Вот эта любовь, которая часто не укладывается в наше логическое мышление. А что вообще мы можем в него, по сути, и в общем-то уложить? Что разве было логично, когда народ израильский шел по пустыне, и море разверзлось, и они прошли по дну морскому? Какая же тут логика? Разве было логично, когда обличал пророк Илья Нечестивых из Авели и Ахава, которые в храм Божий втащили идолов и свое такое широкое мировоззрение, о котором Христос предупреждал, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им? Нет. Разве это было логично, что когда ему было сказано, что беги в пустыню, и там тебя вороны будут кормить? Где же тут человеческая логика? Ее нет. И много таких примеров, которые мы можем привести, находя в Священном Писании и в святоотеческой литературе. Потому что снова повторю эти слова, что мои мысли, которые записаны в Священном Писании, Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И, в общем-то, об этом апостол Павел говорит во всем послании к римлянам о благодати Божией и о том, что Бог знает все и знает как лучше. Так и здесь. Я, говорит, сам быть готовым отлученным от Христа, забрать их моих родных мне по плоти, то есть израильтян. И далее продолжает. Их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всеми Бог, благословенный вовеки аминь. Очень важные слова. Здесь говорится, что Христос по плоти сущий Бог. Вот в полимике с орианами этот текст часто использовался, как и сегодня, в общем-то, когда мы с вами встречаемся с такими направлениями, которые не верят в то, что Христос истинный Бог и истинный человек, что он единосущен Отцу, им же вся выше. Очень важный текст в послании 9.5. «Он по плоти сущий над всеми Бог». Вот свидетелям Иеговы, пожалуй, будет очень такой хороший аргумент. «Но не то, чтобы слово Божие, продолжает апостол Павел, не сбывалось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраамова, которые от всем не его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково, «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились, и не сделалось ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении о меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Мы видим, что апостол Павел постепенно подходит к очень еще, снова и снова, он с разных сторон подходит к этой теме, очень важной теме о промысле Божьем и его всемогуществе. Как и сказано в книге Иова, многострадального, где ты был человек, когда Господь творил этот мир. И действительно, кто ты человек, чтобы указывать Богу, как ему промышлять о том или другом человеке. Мы на прошлом, рассматривая прошлые главы, говорили о том, что нет ли здесь предопределения, в которые впадают некоторые деноминации такого кальвинистского направления. На самом деле нет. Это не предопределение. Бог, как сказано, предопределил, и отцы церкви объясняют, что значит предопределил. Это не значит нарушил свободу, а значит предузнал. То есть Бог промыслом своим знает, что будет с этим человеком. Знает, что по своей свободной воле этот человек ожесточит свое сердце. И знал он, что по своей свободной воле Исаак продаст свое первородство, а Яков его восхитит. И поэтому Бог это предвидел, все эти обстоятельства, но не предопределял. Такова, как пишут отцы церкви об этом, что невозможно человеку в плотском сознании понять вот это вот, что значит. Да и вообще, даже человеку, который и просвещен уже Духом Святого Евангелия и достиг высот, это не понимается, а это воспринимается. И в это человек верит. Поэтому так. И здесь приводится видеть очень важные примеры. Действительно, у Сары уже не было ребенка, и уже все, что вообще служило где-то рождению, уже и прекратилось в летах преклонных. Но Бог сказал. А если что-то Бог сказал и определил, то кто может это разрушить? Как помните эти слова? Бог и Я. Это уже большинство, причем подавляющее. Если человек действительно с Богом, если действительно Бог что-то определил, а человек всячески всю жизнь свою выстраивает так, что ищет его воли, ну хотя бы, чтобы не врать самому себе, по молитве «Да будет воля твоя, яко на небесе и на земле». Когда эту молитву утвердим, нужно понимать, что мы соглашаемся здесь с волей Божией. Так и здесь. Он народу израильскому и говорит о том, обращаясь к этим иудеям, неофитам, которые были в Риме и кичились своим таким рождением по плоти от Авраама, то есть своей какой-то наследственностью, если бы, как сегодня уже, может быть, сказали, благородством своего рода. И тогда апостол Павел, если хотите, ставит очень аккуратно их на место. Он не хочет. Видите, он сначала говорит, я готов ради них даже умереть и сам быть отлученным от Христа. Но, тем не менее, далее им аккуратно показывает, что Бог промышляет не только о иудеях, исполняющих закон, но и о всем человечестве. Поэтому так. Что же, скажем, задает он себе вопрос. Неужели неправда у Бога? То есть, что вот Бог кого-то там предопределил, кого-то избрал, кого-то нарушил свободу и отвечает на этот вопрос, всегда своим этим четким утверждением? Никак. Никак. Нет у Бога неправды. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Но это Божья воля. Бог знает сердце человека. Он видит сердце противящееся и видит сердце любящее Бога. Видит, что человека надменного, упорствующего, и видит человека, который искренне ищет волю Божию, старается найти ее, исполнить закон Божий, исполнить его заповедь, осуществить в своей жизни веру, как сказано, вера делами достигнет совершенства, но делами веры, а не просто надеяться на закон. Но это еще здесь далее будет и раскрывать, как мы и читаем. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Действительно. Поэтому наша самая краткая православная молитва, она так и звучит. Господи, помилуй. А за что нас можно оправдать? Давайте посмотрим внутри себя. Но кто скажет о том, что я вот это сделал, вот за это дело меня точно можно спасти, и Бог должен меня спасти. Но я думаю, что такому человеку нужен очень опытный духовник, чтобы помочь исправить его вот это вот самомнение и самовозвышение. Ибо написано, здесь апостол Павел вспоминает фараона, ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедно было имя моё, по всей земле. Видите? Фараон здесь, помните, который ожесточал сердце своё, как сказано, и ожесточил Господь сердце фараона. Почему? Мы с вами рассматривали книгу Искхот, и можете, в принципе, найти её на экзегете, на нашем портале. Почему так сказано, что ожесточил Господь сердце? Потому что Господь сердцевидец. А почему скажем, что ожесточил сердце? Чтобы мы не подумали, что дьявол имеет какую-то власть сам по себе, помимо Бога. Только Богу дано управлять, допускать это ожесточение или нет. Но допускает это ожесточение по воле самого человека. Есть очень интересная история в житейной литературе, когда одного монаха уговорили стать епископом. Он был обычный монах, но очень не хотел. Но потом уговорили, он стал епископом, его взвели и поставили епископом одного города. И вдруг ему пришла такая мысль, да, вот я был простой монах, а теперь вот епископ, и, наверное, я человек достойный. Что-то Господь во мне такое увидел необыкновенное. И как он только это подумал, ради же его спасения явился ему ангел Божий. И сказал ему следующее. Этот народ, говорит, настолько грубый и развращенный, что грубее тебя с твоими нравами, чтобы их исправить, никого другого не нашлось. Вот такая история. Поэтому действительно мы здесь видим, как и сказано, для того самого, говорит Господь, я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле. То есть мы помним, как этот фараон не отпускал народ израильский выйти для служения и совершения Пасхи. Вот для чего Господь иногда ставит правителей, для того, чтобы других не нашлось. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. То есть эти слова показывают, что все в руке Божьей. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противопоставит воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем меня так сделал?» Это 21 стих. И есть интереснейший комментарий на этот стих, по-моему, иронима Стридонского, блаженного. Да, вот есть этот комментарий. Он указывает, цитата, «У пророка Еремии мы читаем нечто подобное. Когда Господь приказывает ему войти в дом горшечника и посмотреть на то, как тот лепит, а особенно на то, как горшечник, собрав выпавший из рук сосуд, вновь вылепил его по своему желанию, и было сказано слово Господне к нему, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израиль, подобно всему горшечнику?» Ворок Еремия 18, 6. И мудрость говорит, «Сосуды горшечника испытуют печь, и людей праведных искушение». Вот, видите как? Сосуды, как сказано, горшечника испытуют печь, а людьми праведных искушение. Господь смотрит, как мы ведем себя в той или иной ситуации. Итак, далее продолжает, «Бог властен над нами, как и горшечник над глиной, чтобы делать из того же замеса сосуды для чести и сосуд для бечестия. Посему тебе, раз ты безрассудно отвечаешь Богу, достаточно выслушать это». Итак, получается, что кто не очистил себя и не смыл покаянием греховную скверну, тот есть сосуд бесчестия. А если он увеличит свою злобу и отверделым разумом и нераскаянным сердцем совершенно презрит обращение, то он будет уже не только сосудом бесчестия, но и сосудом гнева Божия. Конец цитаты. Вот так. Бог — любовь и только любовь. Нет-нет, не только любовь. Бог и милующий, Бог и наказующий. А наказание его, конечно же, оно из-за любви для человека, но из-за любви по отношению к человеку. Но, тем не менее, мы читаем эти слова, что нераскаянным сердцем совершенно презрит обращение. То он будет, если он не с нераскаянным сердцем, как пишет, а если он увеличит свою злобу и отверделым разумом и нераскаянным сердцем совершенно презрит обращение, то есть покаяние, обращение к Богу, исправление своей жизни, то он будет уже не только сосудом бесчестия, но и сосудом гнева Божия. Поэтому так, есть над чем подумать. И действительно, как здесь апостол Павел восклицает перед этим в 20 стихе, «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Действительно. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадит сосуды гнева, готовит к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе? Как и псалмопевец Давид, где вспоминается эти слова, восклицал, «Блажен человек, которому Господь не вменен греха, почему так?» Ну, потому что мы люди, мы рассуждаем все по-человечески. Мы судим о людях по их поступках, движениях, судим о людях по их речи, по их словам. Но Бог знает внутренность человека, знает движение сердца каждого человека. И поэтому нам иногда кажется, ну, это совсем недостойное. Зачем его Господь возвел, скажем, в какой-то власти, скажем? Ответ здесь очевиден и уже получен. Не всегда человек, который достигает какой-то власти, в любой среде. Мы видели историю с монахом из жития святых, значит, и в церковной, и светскую историю с фараоном, значит, и в светской. То есть Бог иногда ставит и привозит к власти таких людей, чтобы, ну, можно сказать, наверное, такими словами, зачем щука в пруду, да, чтобы карась не дремала, чтобы мы иногда понимали, что не все, что с неба, то от Бога, что есть и силы зла, но в то же время понимали, что все в руке Божьей. Если Бог не позволит, как сказано дьяволу, он и, если бы дьявол позволил Бог хотя бы мизинцем шевельнуть, весь мир перевернулся бы. Поэтому Бог здесь этим самым апостол Павел показывает через Слово Божие и избавляет людей от самомнения, как того монаха, да, и как этого фараона. Итак, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, продолжает апостол Павел, как и у Осии. Цитировый пророк Осий говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». Здесь действительно апостол Павел снова говорит, помните, ведь Исаф наследовал первородство, но как он его продал, то Иаков стал наследником. Здесь апостол Павел выражает эту мысль, которую сказано ранее в Евангелии. Сказано так, первые будут последними, а последние первыми. И он опять старается иудеям, вчерашним еще иудействующим, сегодня уже христианам, евреям, объяснить, что и эти люди, которые тоже пришли и восприняли Христа, они также любимы и призваны Богом. А Исаия провозглашает об Израиле, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Видите, он их предостерегает от того самомнения, что согласно, кстати, вот согласно Талмуду, Вавилонскому, там говорится, что если еврей, то плохой, есть хороший еврей, то есть иудействующий, который исповедует иудаизм, а есть плохой, ну, который не исповедует иудаизм, и таких много, просто они светские обычные люди. Но согласно Талмуду, что еврей все равно спасется, даже если он не был верующим, пройдя чистилище. Такое понятие тоже есть. Но апостол Павел охлаждает вот этот пыл, который наверняка, может быть, да не может быть, а он и был, в общем-то, у ветхозаветных евреев. Они считали, что вот раз они семья Авраама, то они автоматически спасутся. Он говорит, не так, только остаток спасется. А Христос об этом скажет. Это уже относится к нам, к христианам, чтобы мы не думали о том, что раз я православный, раз я крещеный, ну все, я уже автоматически уже и спасен. Нет, это не так. Остаток спасется. А Христос говорит, Господь наш Иисус Христос, приду на землю, найду ли веру на земле? Вот так. Поэтому мы слишком, по-моему, увлитклись идеей, иногда даже в нашей церковной среде, которая еще была осуждена на Вселенском Соборе. Это идея ереси хелиазма о тысячелетнем благоденстве и Царстве Небесном на земле. По-моему, мы занялись каким-то делом не тем, то есть строительством такого благоденствия здесь земного. Есть над чем думать. Ибо дело оканчивается и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Здесь апостол говорит о том, что Бог, он судья. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы к Содому и были бы подобно Гоморе. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закону праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не по вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот я полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Ну, понятно, о каком камне здесь говорится в 33 стихе. О Христе, который есть камень, краеугольный, который отвергли строители своего устроения, спасения, но он сделался главой угла. Но интереснее еще слова. Как спасаются язычники праведностью? Какая праведность может быть у язычников? Как сказано? Что же скажем? Язычники, не искавшие праведность, получили праведность от веры, а Израиль, искавшие закона, праведность не достиг. Почему? А потому что надеялись на закон. Стали надеяться на закон и на исполнение закона. Скажем, а что же в этом плохого? Надеяться на закон и исполнение закона. А плохо было то, что забыли Бога. Начали надеяться только на свои дела. То есть, и начали придумывать еще дополнительные, как там лучше его комара отсыдить. Да, как помните, Господь обличает вы, фарисеи, комара отсызывающиеся, а главное в законе не видеть. Самого Бога убрали из закона. И начали больше надеяться на себя, нежели на Бога. Перепутали любовь к Богу с самовлюбленностью и веру в Бога с самоуверенностью. Поэтому, а как же язычники? А язычники по закону совести. Мы знаем, что каждый человек сотворен по образу и подобию Божию. Даже если человек неверующий, сложно бывает заглушить голос совести. Вот почему у людей неверующих случаются суициды и прочее. Человек не видит выхода. А вот этот закон естественный, который вложен в человека при сотворении, или там люди начинают пить, чтобы заглушить свой разум, там наркотики, потому что голос совести вложен в человека при сотворении, и он подсказывает, что человек должен делать что-то не так. И он так мучается человек, что к покаянию не приходит, преодолеть это не может, и видит в себе всю пагубность вот этого грязи, которую он в себя вобрал, и другого выхода, не веря в Бога, он не находит. И ожесточается по своей воле и совершает страшный грех. Либо пьянство еще страшнее, наркотики, да, еще страшнее самоубийство. Поэтому так. И здесь говорит о том, что верующий в него не постыдится. Почему? А потому что надежда на Христа не постыжает. А почему? А потому что, когда мы придем на страшный суд, нам не будет стыдно. А почему? А потому что на страшном суде откроются все наши дела. И не только дела, но и мысли, и не только, но и чувства. И вся наша внутренность будет показана большой картиной. И все это увидят. А зачем? А для того, чтобы больше не смог дьявол спекулировать на доверие человека, да, что ему иногда говорят. И говорят, а говорить могут и ложь, чтобы не мог спекулировать на доверие человека, и чтобы было видно, что суд Божий, он суд любящий и справедливый. Потому как и апостол здесь говорит, что, помните, как мы с вами прочитали, а ты кто человек, что ты споришь с Богом? Вот 14 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого милует, того помилует, кого пожалеет, того пожалеет. Неужели есть неправда у Бога? Нет. Может ли Бог? Некоторые говорят, ну что же, если милует Бог, ну почему он не может тогда помиловать грешников, взял бы их, тоже в рай ввел. Но это все равно сказать, что пришел человек, например, к врачу в больницу. И он говорит, вот у меня здесь, здесь, а вот здесь вот опухоль. Врач говорит, слушай, ножом резать, так больно. Человеку будет еще и наркоз, а вдруг неправильно введем, передоз будет. Да ладно, ходи так, ничего страшного. Скажем, что это такое? Где же тут это вообще справедливости, правда-то? И выходит, а когда врач говорит, нет, срочно, наркоз, нож, больно, неприятно, надо. Для чего? Для того, чтобы болезни не было. Поэтому не может Господь, так сказано, да, но не то, что не может. Бог всеведущий и всезнающий. Но ввести заразу греха снова в рай, чтобы, какой же тогда будет рай, где будет свистопляска, да, с которой человек православный сегодня взывает, доколе, Господи, доколе. Поэтому так, Бог не лишает никого свободы. За каждым человеком свобода выбора, пожалуйста. И что интересно, надо сказать так, что Бог каждому человеку в этой жизни дает шанс спасению. Мы не знаем это, как это. Одним через обстоятельства жизни, другим встречи с миссионером, третьим, может быть, какой-то программы передач на каком-то православном телеканале. Мы не знаем, но Бог каждого человека коснется призывом к спасению. Если бы это было не так, мы бы тогда точно сказали, Бог несправедлив. Мы просто не знаем, как и кого Бог касается. Ну, каждого коснется. Потому что невозможно привести на суд Божий и заставить человека отвечать, человек скажет, что я не знал и никогда не слыхал. Нет, каждый человек как-то может... Некоторые говорят, а как там из племени Тумба-Юмба спасутся или не спасутся? А может, к ним ангелы прилетают и им проповедуют? Откуда мы знаем? Промыслом Божьим. Бог, Он справедлив. И никого несправедливо не накажет. Но Он и милующий, и любящий. Поэтому сказано, кого помиловать, 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 кого наказать, накажет. Вот так. Об этом сегодня девятая глава.